И так, всем привет, мои друзья. Сегодня погодка на улице так и шепчет, солнышко, тишина, ветра почти нет. Вот я и не удержалась и решила выйти где-нибудь погулять. Поехать никуда не получилось, так что гуляю по Феодосии. Долго думала, куда пойти, что мне поснимать и где мне просто хотя бы погулять, потому что дома сидеть я не могу. Я не усидчивый человек, я люблю где-нибудь шарахаться, лазить, шорхаться, гулять, короче говоря. И вспомнила о таком замечательном месте в Феодосии, как гора Метридат. Конечно, гору ее очень трудно назвать, потому что она всего высотой 55 метров над уровнем моря. Но это одноименная тезка горы Метридаты, которая находится в Керчи. История у нее очень тоже интересная и ничем не уступает той горе. Поэтому окунемся немножко в историю того времени и поснимаем наше время. Как и что здесь находится. А начну я с Тимирязева. Вот я доехала до Тимирязева. Внизу на подъеме к Метридату находится очень замечательная армянская церковь. Про нее немножко и хочу рассказать. Сейчас я еще, кстати, познакомилась с какой-то женщиной. Она живет тут рядышком. Тоже говорит, так жалко. Церковь рушится. Тут Бронниковы рядом строят дома. Они прямо примкнули к этой церкви. Получается, или Бронниковы на территории церкви, или церковь на территории Бронниковых. Ну, конкурируют, короче говоря. И говорят, что во время стройки, когда здесь строятся стены, здания, рух, разрушаются. Даже этим летом, сейчас я вам сниму и покажу, обрушилась как бы откос окна замурованного этой церкви. Церковь была на тот момент действующая. И сюда ходило очень много людей. Ну, короче, отправляемся в путешествие. Ну вот, это церковь. Церковь построена в 1408 году в армянском средневековом стиле. С северной стороны находится шестигранная. Вот, посмотрите, вот такая башенка звонится с ажурной резьбой. Конечно, она уже вся разрушилась. Вот эти-то ажурные такие арочки, они осыпаются. А раньше, когда службы проходили, там висел колокол, и в него звонили. В храме также сохранилась надпись. Сейчас в храм не попасть, он не действующий. Но кто туда заходил, и когда впускали, там на плите сохранилась надпись. Сей храм построен во имя небесных воинов Гавриила и Михаила. Служители Бога, слово направленные средства Астварца Тура, супруги Ахут Хатун Садата и Хатун, детей Хачатура, Леона, Ионеса, Махсуди, Мелика, лето 857 года. 857 год – это по летоисчищению, исчислению татарскому. По татарскому календарю, я не помню, сколько там надо прибавить. 900 с чем-то лет, кажется, там прибавляется. И получается, тогда вот на нашему календарю Григорианскому в 1408 году эта церковь была построена. В 1967 по 1970 эту церковь реставрировали. Но с тех пор больше так никто ее не реставрировал и не восстанавливал. Ну вот посмотрите, про который каскад я и говорила, откос. Вот эта женщина, говорит, развалилась вот только сейчас. Она, конечно, очень переживает. Говорит, у нее муж армянин, хотя она сама русская. Даже не знает, что делать, куда писать, чтобы восстановили. Это ихняя история, это наша история. Конечно, хотелось бы, чтобы частичка истории сохранилась. А вот про того, о котором я говорила, Бронникова, Вячеслава Бронникова. Вот построен ихний дом. Раньше здесь был как бы такой центр, где изучали, философию такую выдвигали, идею, как она, из земного человечества формирует, космическую, неосферное, человеческое. Сейчас они восстановили, говорят, что в 90-е какие-то года этот дом сожгли, как он утверждает. Ну, может, а женщины говорят, а еще что тут старая проводка. Ну, короче, дело не в том. Вот оно строится, это здание, вилла-каравелла. По ихнему учению, они еще утверждают, что на этой гореме Тридар, которая находится выше, находится храм, храм, подземный храм Митры. А в храме хранится один из трех жезлов универсального знания, оставленного человечеству атлантами. Так что вот такая история в этом месте. Также на территории храма, перед храмом, тут раньше были деревья, сквер, находится вот такой памятник, памятная плита. Это памятная плита брату Айвазовского, Габриэлю Константиновичу Айвазовскому, ученому-историку, лингвегисту, востоковеду. Планируют на этом месте установить ему памятник. Так что вот такая замечательная история этого места. И отсюда мы стартуем в сторону горы Митридат. Ну что, отправляемся в сторону горы Митридат. Гора Холм, как хотите, так и называйте. Недалеко от этого холма, кстати, в то время находился дом, в котором родился и вырос Аганес Гайвазян. Потом он взял себе псевдоним Иван Константинович Айвазовский. Кстати, название Митридат этой горе дал сам Айвазовский. В юности он с этой горы всегда любовался красотами Феодосии на тот момент. Рисовал корабли в заливе, крепостные башни и виды города. Даже одно время городская администрация хотела переименовать этот холм в холм Айвазовского. Но общественности это так и не сообщалось. Вскоре идея была потеряна. Так и осталась эта гора с названием Митридат. В 1871 году Айвазовский на вершине холма Митридат построил музей древности, в который и перенесли ценности исторические, археологические со всего полуострова. Сам музей был построен в греческом стиле. Вокруг него, вокруг этого здания находились колонны. Правда, колонны до самой крыши не доставали, но издали они смотрелись как колонны. А подойдя ближе, по старым фотам, нужно было понять, что это просто столбы для красоты. Потом, в 1925 году, все ценности музея были перенесены в музей древности. Сейчас, на данный момент, этот музей древности так и находится в центре, на набережной. Рядом как раз картины галереи Айвазовского. Он до сих пор так и называется – музей древности. Вон уже, рядышком мы подходим, вдалеке имеется холмитридат. На территории музея тогда находились очень значимые на тот момент и на сейчас фрагменты нашей истории. Предметы, античные плиты с генуэзскими надписями, с гербами, также находились медали, монеты со всего полуострова. К сожалению, во время Великой Отечественной войны храм, не храм, а музей древности был разрушен. И он до наших дней не сохранился. А так же еще была бы частичка нашей истории. Сейчас на Митридате в 2012 году оборудовали смотровую площадку. На нее мы и поднимемся. Оттуда открывается шикарнейший вид на город наш. Она просматривается на все 360 градусов. И Тепеаба, и генуэзская крепость. Даже, говорят, видно могила Сальвазовского, порт, и весь Феодосийский залив. Так что отправляемся. Красота там будет необыкновенная. У подножья холма Митридат находятся остатки башни имени Фомы. Ну, башня это как бы сильное название. Сама башня разрушена. Остались круглые опорные башни. Стены. На тот момент эта башня Фомы принимала на себя основной удар. Она была на окраине города в тот момент. Потому что это был центр города. И держала оборону и нацистки врагов. Поэтому она тоже очень значимая часть истории. Кстати, еще в самом музее располагалась усыпальница Котляревского. Памятник генералу Котляревскому установлен у нас на набережной. Так что очень на тот момент был знаменитый музей древности, где хранилось очень много ценностей. Солнышко светит над горой. А мы идем в обход. Можно, конечно, ее взять в лоб штурмом. Ну, как говорится в песне, настоящие герои всегда идут в обход. Вот мы и чешем с вами в обход. Посмотрите, я еще не забралась. А какой вид открывается на Феодосийский залив. Небо чистое. И море просто бирюзовое. И весь Феодосийский залив, как на ладони. Просто обалденный вид. Замечательное место. И Лысая гора, и Тепе-Аба, и Феодосийский залив. Енуэльская крепость, стены. То, что от нее осталось, это карантин. Все как на ладони. Кстати, в 25-м году на горе Митридат располагалась сейсмическая станция. Рядом, говорят, с триангулятором сохранились остатки древнего каменного здания. Есть две версии его назначения. Старый склеп или Енуэльское хранилище запасов на случай осады города. Так что, может, мы даже найдем. Ну, люди по вкрутах, то вали тропинки. Кто в лоб берет, то спускается. А мы идем. Сюда подходят экскурсии. Даже на таких электромобилях летом возят отдыхающих и проходят экскурсии. Тут немножко дует ветерок. Прохладненько. Но не холодно. Как-никак февраль месяц. 13 февраля. Радует нас погодкой. Наша Крымская зима. Тепленько. Почти нету тучек. И Сонечка, Сонечка. Улыбается нам Сонечка. Идем смотреть. Свечная лавка. Можно здесь купить, я так понимаю, свечи. Всякие разные. Интерьерные. Ароматические. Травяные. Декоративные. Церковные. А так тоже тут проводят какие-то программные, магические, ритуальные, рунические консультации, события на картах Таро. Ну, короче, эта гора считается мистической. Как и говорилось, типа там храм Миртый. В нем хранится жезл. И наши местные не теряют зря времени. Рядышком установили свечную лавку. Продают свечи на любой вкус и цвет, как я говорю. От церковных до ритуальных. Проводят гадания на картах. Какие-то руны. Мистика. Ну, короче, можно, кто увлекается магией и картами, и предсказаниями, воспользоваться услугами, гадалки или там мужчина, я не знаю, кто там. Хотя написано открыто. Ну, заходить пока не хочется. Хочу побыстрее попасть на гору. Так что местные не теряются. Гора находится вообще в черте города. До нее вообще не трудно добраться. Хотя Мирязево сюда идти наверное минуты три и уже около горы. Так что забираемся. Там местные собакены, охранники бегают. и мы ползем на гору. Ура! Мы почти на месте. Вид просто, я не могу передать словами, он шикарный. какие-то колонны стоят. Это наверное остатки вот тех колонн от храма, которые я говорила. И не от храма. Все, я хочу его назвать храмом. От музея древности. Я в интернете нашла старые фото музея древности. Я его постараюсь не забыть вставить ролик. Ну да, эти колонны. Вон сейсмическая станция там была, треангулятор. Не знаю, видно вам или нет. На небе зашла луна и колонны. Как я и говорила, они были для красоты, для солидности, потому что в музее был построен музей сам как под старину, под средневековье. Сам проект составлял Айвазовский. Он на свои деньги это строил. Айвазовский вообще очень много тратил своих средств на улучшение города, на обеспечение города водой, на историю города. Был просто замечательный человек. Вот такие колонны. А с 2012 года здесь на вершине сделали вот такую вот смотровую площадку, на которую мы с вами забрались. Вообще вид просто офигительный. посмотрите лавочки можно сесть посидеть. Там вдалеке вон карантин Енуэзская крепость стены крепости. И сейчас досийский заулив а сзади нас ТП Аба Метрида так и есть от рог горы ТП Аба Посмотрите это просто офигенный вид. Мы находимся на вершине. Это просто шикарный вид. солнышко еще высоко. Вот сюда приезжают экскурсии. И сюда мы с вами забрались. и город как на ладони у нас. Просто обалдеть. да, как я и говорила, отсюда вот там вот внизу находится даже могила Айвазовского на территории храма Слуцкого и Феодосия. Посмотрите, какой у нас замечательный, красивый город. Он раскинулся вокруг залива Феодосийского. море сегодня бирюзовое. И расстроился уже по нашим горам на ТП Аба массив Паново Октябрьское и под самую лысую гору массив Челнокова. Просто замечательное место. Не зря называют наш город Богом данный. Он находится с одной стороны Феодосийский залив нас защищает, обрамляет, а с другой стороны Лысая гора и ТП Аба. Вид замечательный. Мы как бы в таком котловане находимся. И у нас очень редко тут бывают такие сильнейшие ветра или какая-то страшнючая зима как где-то заносит снегом. Нас спасают горы Феодосийский залив. Вот в таком замечательном месте мы живем. Ура! Классно! Как хорошо, что я не усидела дома. Идем гулять дальше с вами. Ветерок тут, конечно, поддувает немножко. Сейчас я иду к этой сейсмической станции. Как она там триангуляционная вышка. Подымаюсь, а по по всему склону горы видно везде такая керамика встречается. Вся гора полностью усыпана керамикой. Это разбитая посуда, амфоры, всякие разные сосуды. Также встречается вот такая лакированная посуда. так вся гора полностью в таких остатках истории прошлого, того времени. На тот момент это был центр города. Здесь была активная жизнь. Она бурлила. А сейчас это как бы считается старая часть города. Везде черепушечки, везде керамика встречается. посмотрите от посуды, от кувшинов, да от чего угодно. Вот такая у нас богатая история нашего города. Полностью гора усыпана остатками прошлого. Вон она и с рисуночками. с резьбой, с насечками, лакированная посуда, всевозможных тарелок блюд. Вот такая наша история. Ну вот, забралась я еще выше, нахожусь на самой вершине. Отсюда вообще замечательный вид. Вон смотровая площадка внизу, а мы с вами находимся наверху Митридата. треангуляция. треангуляционная вышка сейсмическая. И мы в лучах почти заходящего солнца, ну еще не заходящее, любуемся панорамным видом с горы Митридат. Просто шикарный вид. тебе ! большое! литрая и под entr Кстати, где-то здесь, в этом районе, еще находится памятник, мемориальная стела, братская могила десантникам, семи десантникам, погибших в обороне и в освобождении Феодосии во время Великой Отечественной войны. Это братская могила неизвестным солдатам. Так что я хочу пойти тоже ее поискать, посмотреть, где она находится, потому что это также частичка нашей истории. Благодаря этим героям, которые участвовали в обороне и освобождении нашего города, мы живем в мирное время. Находимся мы, скорее всего, как раз над башней Фомы. Ну да, вот эта стена. Сама стена, башня вот тут была. Она уже со временем разрушилась. Разрушилась она где-то в 19 веке. А сама башня построена в 1384 году. Осталась вот такая круглая опорная стена. Вот это она принимала один из первых ударов, когда враги нападали на город со стороны залива, со стороны гор и держала оборону. Вот остатки, частички нашей истории. Все, что осталось. Дальше вот те стены. Вот то квадратное здание, наверное, как и говорилось, остатки квадратного здания. Это, скорее всего, там хранились запасы в случае, если город находился в осаде. Потому что на склеп вряд ли похоже. А на то, что на хранилище всяких продуктов, необходимых вещей для обороны города, то, скорее всего, это более вероятно. Попробую подойти поближе. Хотя сейчас пойдем искать братскую могилу неизвестным солдатам. Там три человека, только их фамилии известны. А четыре так и неизвестных солдата, которые отдали жизнь за наш город. Как я и говорила, Возле горы Митридат находится братская могила. Да, если обойти эту гору влево вокруг нее, то как раз мы выходим к этой непамятному знаку десантников братской могиле неизвестных солдат. Правда, три человека там известно, но четыре, кто погиб за наш город, так и неизвестно. Так что идем, подходим к этому знаку с вами. Вот это братская могила советских воинов, погибших при освобождении Феодосии во время Керченско-феодосийской операции 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года на горе Митридат. Мы чтим и помним наших героев. Только три фамилии известны десантников, которые похоронены в этой могиле. Это старшина Сущенко, Новиков и Ковалев. А четыре воина, так и неизвестные солдаты, которые отдали жизнь за нас и за наше будущее. Поднимаемся. Вот такая лестница, как аллея памяти, вот пихтами, кажется, как в арке, мы поднимаемся с вами. У памятника стоят венги, цветочки. Сюда приходят люди не только на 9 мая, а в течение года. Они чтят и помнят. И не могла я обойти стороной. Так что пришли с вами посмотреть. Вот мемориальная плита. Здесь похоронены семь участников десанта 29 декабря 1941 года. Стар courageous мужчины, Как я и говорила, три фамилии известны. Трех солдат, которые здесь лезли на этой горе за нас. Это Новиков, Ковалев и Сущенко. Сорокин Яков Григорьевич, 1910 года, рождение Краснодарский край, станция Абинская. 157 мая стрелковая дивизия, 384-й стрелковый полк, рота ПВО, красноармеец-пулеметчик погиб 4 января 1942 года. Это значит еще одного погибшего здесь определили, помимо Сущенко, Новикова и Ковалева. Замечательное, спокойное место. Это, как говорится, на вершине горы, где они защищали, где участвовали в обороне и давали отпор вражеским войскам. На этом месте они и похоронены, как говорится, на семи ветрах, на вершине горы Митридат. Это просто замечательное место для них. Мы будем помнить их. Этот памятник встречает рассвет Фиадосийского залива и провожает закат над горой ТПЛБА. Место просто лучше даже не придумаешь. Сейчас этот памятник греется в лучах солнца заходящего. Я обошла гору вокруг. Очень звучит смешно. От этого триангулятора просто спускаешься вниз и выходишь сверху к нему. Ну, значит, мы сделали круг почёта с вами. Прогулялись. Вот такая история этого холма, горы Митридат. С такой историей, с богатой. Её просто холмом не назвать. Это и есть гора Митридат. Наша Фиадосийская гора Митридат. Митридат, богатой историей. От средневековья, с древних времён до современных дней. Здесь прошло много народов, много эпох. Сменились поколения. А мы помним и живём в современном мире. Приходим сюда, любуемся красотами. Вспоминаем историю. Просто наслаждаемся шикарным видом, погодой. И гуляем с вами. Вон уже люди поприходили. На смотровую площадку. Сидят на лавочках. Так что хорошо, что я сегодня не усидела дома. И пошла гулять. Классно, ура! Посмотрите, просто вот такие замечательные виды, пейзажи с этой вершины. Ну что, дорогие мои друзья, подписчики, я всё вам в предыдущих роликах говорила. Хочу встретить, проводить закат на Енуэской крепости. Ну так туда и не попало. Когда попадало, то солнце уже село, то тучки были, то времени не хватило. А сейчас мы с вами находимся просто в шикарнейшем месте нашей Феодосии, Богом данной. И провожаем закат с горы Метридат. Это ещё круче, это ещё интереснее. Сегодня мы с вами попутешествовали, начиная со Средневековья до наших дней. Да, это место очень богатой истории. Сейчас это оборудованная площадка, где проходят экскурсии, место памяти, панорамный вид на наш город, на наш Феодосийский залив. А раньше здесь кипела жизнь. В Средневековье здесь вообще был центр города и кипела жизнь. Здесь жили люди, о чём свидетельствует керамика по всей горе. Потом здесь находился музей древностей. А сейчас здесь панорамная площадка. А мы с этой горы сейчас наблюдаем с вами закат солнышка, как оно садится за ТПЛБА, за нашу гору. Просто обалденно! Посмотрите, оно тихонечко-тихонечко. Прячется за гору, чтобы лечь, поспать и выйти потом со стороны Феодосийского залива утречком. Такой вид просто редко, когда можно увидеть и встретить. Это просто обалденно! Я даже вам не могу передать свои ощущения. Ветер даже немножко стих. Всё успокаивается. И на город спускается вечер. А скоро опустится ночь. Просто обалдеть! Ну что, как и говорила, что хочу подобраться поближе к остаткам башни Фомы. Да, это и есть остатки башни Фомы. Сама башня разрушена. Это опорные стены этой башни, которые защищали её от атак набейщиков. Вон остатки бойницы видны. Стены, конечно, уже трескаются. Вот такая арка. Это наша цитадель города была. Оборонная башня. И, как говорилось, вот эти квадратные прямоугольные стены, остатки стен остались. Скорее всего, здесь хранили запасы на случай осады города. Какая-то пристройка прямо к самой башне. Очень такая своеобразная и странная. Собака лает. Близко не буду подходить. Оно всё, конечно, разрушено, разваливается. Но такое ощущение, что это жилой дом. Стоит антенна прямо в этих стенах. В остатках стен башни. Построили люди себе дом. И живут. На другой стороне тоже вот эти остатки стен непонятные. Тоже такое ощущение, что живут люди. Ну да, там написано во дворе злая собака. Забора нет, рисковать не буду. Но там живут люди. Просто капец. А тут моя любимая корова. Даже в городе я её найду. Их, честно говоря, побаиваюсь. Хотя говорят, чьё корову-то боятся. А фиг его знает. Ну посмотрите, какая большая. Ещё и рогатая. Ладно, шутка. Так что, как я говорила, подошла я поближе к башне Фомы. Жалко, конечно. История постепенно уходит. Разрушаются стены. Стены башен. Ну что, дорогие друзья, подписчики. Сзади с меня садится солнышко, идёт ко сну. И наше сегодняшнее путешествие подходит тоже к концу. Вот в лучах заходящего солнца я хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Я вас всех люблю. Всё, что мне нравится, я всегда снимаю, вам покажу. В фотографиях, в роликах, везде. Так что я очень рада попутешествовать, полазить, повстречать, провожать закаты. Этот закат я снимаю для себя и для вас. Посмотрите на этой ноте в лучах заходящего солнца. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...